Томас Манн. Признание авантюриста Феликса Круля. Книга первая. Глава первая. Сейчас, когда я взялся за перо, чтобы на досуге и в полном уединении, я, кстати сказать, еще здоров, хотя и чувствую себя усталым, очень усталым, так что писать придется понемногу, с передышками. Итак, когда я собрался четким, красивым почерком, который мне дан от Бога, поверить долготерпеливой бумаге свою исповедь, меня вдруг взяло сомнение, достаточно ли я просвещенный и образованный человек, чтобы справиться с этой задачей. Но по Елику я собираюсь рассказывать о своей собственной жизни, своих собственных страстях и заблуждениях, то материал, разумеется, мне знаком досконально, и сомневаюсь я лишь в своем умении с должным изяществом и тактом излагать события. Хотя тут, по-моему, законченное образование играет меньшую роль, нежели прирожденные способности и светское воспитание. А таковой я получил, ибо происхожу из, что называется, хорошей, хотя и непутевой бюргерской семьи. Я и моя сестра Олимпия довольно долгое время находились под присмотром гувернантки из ВВ, которой впоследствии пришлось покинуть наш дом по причине чисто женского соперничества, возникшего между ней и моей матерью. Дело касалось моего отца. Мой крестный Шимель-Пристер, с которым меня связывали самые дружеские отношения, был весьма уважаемым художником, и в нашем городишке его неизменно величали господином-профессором, хотя этот почетный титул вряд ли был официально ему присвоен. Отец же мой, несмотря на свою тучность, отличался удивительной легкостью движений и очень заботился об изысканной ясности своей речи. Во его жилах текла унаследованная от бабки французская кровь. Годы учения он провел во Франции и уверял, что знает Париж как свои пять пальцев. Ему нравилось вставлять в разговор словечки вроде «Это так! Удивительно! Чудесно!» Произношение у него было великолепное. Любил он и обороты вроде «О, я это! Гутирую!» И до конца своих дней оставался любимцем женщин. Но возвращаюсь к моим врожденным стилистическим способностям. На них я полагался всю свою жизнь и думаю, что могу положиться и сейчас, при этом первом своем выступлении на литературном поприще. Вообще же свои заметки я буду писать с полнейшим чистосердечием, не страшась упреков, ни в тщеславии, ни даже в бесстыдстве, ибо что проку в воспоминаниях, ежели они не откровенны. Я родился в Прирейнской области, в благословенном краю, где мягок не только климат, но и рельеф местности не знает резких переходов, в краю густонаселенным, обильным, веселыми городами и деревушками, и едва ли не самым очаровательным на земле. Здесь, в сиянии полуденного солнца, защищенные райинскими горами от суровых ветров, цветут и зеленеют селения, при одном имени которых радостно бьется сердце бражника — Рауэнталь, Эогенезберг, Рюдесгейм. Здесь же приютился и почтенный городок, где за несколько лет до славного основания Германской империи я впервые увидел свет. Расположенный чуть западнее колена, образуемого Рейном у города Майнца и знаменитый своими шипучими винами, он насчитывает около четырех тысяч жителей и является главным местом стоянки пароходов, снующих вверх и вниз по течению. До веселого Майнца оттуда рукой подать, так же, как и до прославленных курортов Висбадена, Гамбурга, Лангеншвальбаха, а до Шлангенбада и вовсе не больше получаса езды по узкоколейке. В погожие дни мои родители, сестра и я часто совершали поездки в экипаже, на пароходе или по железной дороге в направлении всех стран света, ибо красоты природы привлекали нас не меньше, чем достопримечательности, созданные рукой человека. Как сейчас вижу отца в клетчатом просторном костюме, он сидит вместе с нами под навесом какой-нибудь харчевни, довольно далеко от стола, брюшко мешало ему придвинуться ближе, и с наслаждением уписывает крабов, запивая их золотистым вином. Крестный Шемельпристер тоже частенько ездил с нами и сквозь круглые очки зорко вглядывался в местность и в людей, равно принимая великое и малое в свою артистическую душу. Мой бедный отец был владельцем фирмы Энгельберт Круль, выпускавшей шипучее вино марки Лори Лея Экстра Кюве, ныне уже позабытый. Погреба фирмы находились на берегу Рейна, неподалеку от причала. Мальчиком я нередко бродил под их сумрачными сводами, погруженный в задумчивость, прохаживался меж высоких стеллажей и рассматривал полчища бутылок. Которые в наклонном положении громоздились одна над другой до самого верху. «Вот вы лежите», — думал я, хотя, конечно, в ту пору еще не облекал свои мысли в столь точные слова. «Лежите, окутанные сумраком подземелья, а в вашей утробе потихоньку зреет колючий золотистый сок, который со временем участит биение многих сердец, заставит просветлеть не одну пару глаз». Сейчас вы, нагие, невзрачные, но придет день, и великолепно разубранные, вы покинете подземный мир, чтобы на празднике, на свадьбе, в отдельном кабинете, задорно выстрелить пробкой в потолок и вселить в захмелевших людей радостное безрассудство. Мальчикам я и вправду говорил что-то в этом роде, и не без основания. Фирма «Энгельберт Круль» придавала огромнейшее значение внешнему виду своих бутылок, то есть тому, что на языке виноделов называется «прической». Пробки, окрученные серебряной проволокой и позолоченными веревочками, были залиты красным лаком. Мало того, сбоку на золотом шнуре болталась торжественная круглая печать, как на папских буллах или старинных имперских грамотах. Горлышко щедро обертывалось станиолем, а ниже красовалась золотообрезанная этикетка, эскиз которой по заказу фирмы сделал крестный Шиммель-Пристер. На ней, кроме многочисленных гербов и звезд, вензеля моего отца и вытесненного золотыми буквами названия «Лорелея Экстрэ Куэ», была еще изображена женщина, всю одежду которой составляли браслеты и ожерелье. Закинув ногу на ногу, она сидела на утесе, держа гребень в высоко поднятой руке и чесала свои золотые волосы. Надо сказать, что качество вина не вполне соответствовало этому блистательному оформлению. «Круль!» — говаривал отцу крестный Шиммель-Пристер. «Я не хочу вас огорчать, но полиции следовало бы запретить ваше вино. Неделю назад я соблазнился, раскупорил полбутылки, и вот мой организм еще и по сей час не оправился от этой авантюры. Скажите на милость, какую дрянь вы туда добавляете? Керосин или сивуху? Короче говоря, вы отравитель. Бойтесь правосудия!» Мой бедный отец конфузился, он был слабый человек и пасовал перед резкой критикой. «Вам легко насмешничать, Шиммель-Пристер», — отвечал он по привычке, поглаживая свое брюшко кончиками пальцев. «А мне надо выпускать дешевый товар. Очень уж у нас сильно предубеждение против отечественной продукции. Одним словом, я почу людей тем, чего они от меня ждут. Вдобавок меня еще и конкуренцией душат. Я уж и так едва держусь». Вот что обычно отвечал мой отец. «Мы жили в одной из тех очаровательных вилл, что во множестве лепятся по отлогим берегам Рейна, и так красит пререйнский ландшафт. Сад наш, спускавшийся к реке, был щедро изукрашен гномами, грибами и прочими искусно сделанными из фаянса фигурками. Среди них на постаметь покоился большой блестящий шар, уморительно искажавший лица. Кроме того, в саду имелись эолова-арфы, несколько гротов и фонтан, струи которого мудренно сплетались в воздухе и не спадали в бассейн, где резвились серебристые рыбки. Внутри наш дом в согласии со вкусом отца был убран изящно и весело. Уютные ниши и эркеры так и манили к отдыху. В одном из них даже стояла настоящая прелка. На бесчисленных этажерках и плюшевых столиках, каких только не было безделушек, стаканчики, раковины, полированные шкатулки, флакончики с ароматическими веществами, по диванам и кушеткам были разбросаны подушечки, пёстро расшитые шелками. Отец любил понежиться. Карнизы на окнах имели форму алебард, а в дверных проемах висели легкие занавеси из тростника и разноцветных бисерных нитей. Те, что на первый взгляд кажутся сплошной стеной, но при первом прикосновении раступаются с чуть слышным стуком и шелестом, чтобы тотчас вновь сомкнуться за вошедшим. В прихожей над входными дверями у нас имелось хитроумное устройство. Покуда дверь, сдерживаемая особым пневматическим приспособлением, медленно закрывалась, оно тоненько выводило начало песни «Жизни, возрадуйся!» Глава вторая В этом доме в дождливый, тёплый майский день, кстати сказать, воскресенье, я появился на свет. Отныне я постараюсь не забегать вперёд, а неукоснительно придерживаться хронологии. Рождение моё, если верить рассказам домашних, протекало медленно и даже не без искусственного вмешательства, которому прибег тогдашний наш врач и доктор Меккум, главным образом потому, что я, если только я вправе так обозначать то далёкое и вовсе чужое мне существо, вёл себя очень бездеятельно и безучастно, почти не разделяя усилий матери и не выказывая ни малейшей охоты явиться в тот мир, который впоследствии мне суждено было столь страстно полюбить. Тем не менее я оказался здоровым, крепким ребёнком, которому, безусловно, шло на пользу молоко заботливо выбранной кормилицы. Раздумывая над странной своей вялостью и явной неохотой сменить мрак материнского лона на дневной свет, я пришёл к выводу, что всё это стоит в прямой связи с моей удивительной сонливостью, я бы даже сказал с даром сна, проявившимся у меня ещё в младенчестве. Говорят, что ребёнком я не был ни крикуном, ни непоседы, а напротив, к овящему удовольствию моих нянек очень любил поспать или на худой конец подремать. И хотя впоследствии меня так влекло в мир, к людям, что я являлся им даже под различными именами, ночи и сон всегда были как бы второй моей жизнью. Я легко засыпал, даже не будучи усталым, впадал в глубокое тёмное забытиё, и когда просыпался после десяти, двенадцати, даже четырнадцати часового сна, то чувствовал себя куда более бодрым и счастливым, чем после дневных впечатлений и радостей. Это необычное упоение с сном, казалось, стоит в прямом противоречии с тем неутомимым влечением к жизни и любви, которое владело мной и о котором я ещё буду говорить в своё время. Как сказано, я не раз возвращался мыслью к этому странному явлению, и временами даже ясно осознавал, что эти две мои особенности не только не противоречат одна другой, но, напротив, неразрывно между собою связаны. Теперь, когда я всего только сорокалетний человек, но состарившийся, утомлённый, утративший жадное любопытство к людям, живу в полном уединении, дар сна начинает изменять мне. Сон мой стал кратким, неглубоким, чутким, тогда как в своё время в тюрьме, где для сна была пропасть времени, я спал даже крепче, чем на мягких постелях палас-отеля. Но я опять согрешил и забежал вперёд. Мои домочадцы часто твердили мне, что ребёнок, родившийся в воскресенье, счастливец. И хотя я рос в семье, чуждый всякого суеверия, но этому обстоятельству, в сопоставлении с именем Феликс, меня нарекли так в честь крёстного, Шимель-Пристера, и моей располагающей внешности, я почему-то приписывал особое таинственное значение. Да, вера в своё счастье, в то, что я любим из-за богов, постоянно жила во мне, и, несмотря ни на что, меня не обманула. Странная особенность моей жизни, все страдания и муки, выпавшие мне на долю, я воспринимал как нечто случайное, мнение предопределённое, и сквозь них для меня неизменно мерцало солнечным светом моё истинное предназначение. Я отклонился в сторону, но сейчас уже перейду к воссозданию, хотя бы в общих чертах, картины моего детства. Отъявленный фантазёр, я постоянно веселил своих домашних всевозможными выдумками и затеями. Мне помнится, правда, может быть, по рассказам взрослых, что совсем ещё малышом, в платьице, я любил воображать себя кайзером и часами с необыкновенным упорством играл в эту игру. Сидя в колясочке, которую моя няня возила по саду или по обширной прихожей нашего дома, я почему неизвестно, силился как можно больше опустить нижнюю губу, отчего верхняя растягивалась чуть ли не до ушей и так часто моргал глазами, что слёзы набегали на них, впрочем, не только от быстрого движения век, но и от внутренней моей растроганности. Притихший, потрясённый сознанием своего старческого величия, я сидел в колясочке, а нянька рассказывала всем встречным и поперечным о том, кого она катает, так как пренебрежение моей ребячей выдумкой меня бы страшно огорчило. «Вот везу гулять кайзера», объявляла нянька и прикладывала ладонь к виску, так по её представлению отдавали честь, в ответ на что прохожие отвешивали мне поклоны. Крёстный Шимель-Пристер любил мне подыгрывать, чем ещё больше укреплял меня в сознании моего величия. «Смотрите-ка, вот и едет наш седовласый герой!» — восклицал он при встрече и склонялся передо мной чуть ли не до земли. Затем он становился на моём пути следования, изображая народ, кричал «Виват!», подбрасывал в воздух шляпу, трость, даже очки, и смеялся до колик в животе, видя, как от избытка растроганности слёзы скатываются у меня по растянутой верхней губе. Этой игрой я увлекался и в более поздние годы, когда уже не мог рассчитывать на поддержку взрослых. Впрочем, я в ней и не нуждался, а скорее даже радовался самовольной независимости моей фантазии. Так, например, я просыпался утром с твёрдым намерением весь день быть восемнадцатилетним принцем по имени Карл и твёрдо держался этого решения не только до вечера, но много дней подряд. Неоценимое преимущество этой игры состояло в том, что её можно было ни на мгновение не прерывать, даже во время невыносимо скучного сидения в классе. Я рядился в снисходительное величие, вёл остроумные и любезные разговоры с гувернёром или адъютантом, которых выдумывал себе в помощь. И был неописуемо счастлив и горд тайной своего возвышенного августейшего существования. Какой дивный дар фантазии! Какие наслаждения она нам доставляет! Глупыми и жалкими казались мне другие мальчишки, явно лишённые этого дара, а следовательно, и скрытых радостей, которые я без каких бы то ни было внешних приготовлений, одним только сосредоточением воли извлекала себя. Впрочем, обыкновенным мальчишкам со щетинистой шевелюрой и красными руками было бы уж очень не к лицу воображать себя принцами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова